Вперед второй героической обороны Севастополя, 11-я береговая батарея служила командным пунктом и штабом Приморской армии. В то время на её территории школы, конечно, не было. Но сейчас здесь воссоздали атмосферу военных лет. Среди экспонатов Народного музея – пулемёт, мины, гранаты. Есть личные вещи солдат и даже настоящая печка-буржуйка. А в дальней третьей комнате каземата – учебный класс. В такие подземные школы дети осаждённого города ходили ежедневно, чтобы продолжать учиться. Сегодня здесь проходит урок мужества для нынешнего поколения школьников. Каждый человек, который выходил из госпиталя, мог получить какой-то более-менее нормальный комплект одежды. И очень важная работа была для детей. Вот я хочу спросить девочек. Скажите, пожалуйста, вы бы стали стирать грязные окровавленные бинты, которые сняли с раннего? Севастополь в годы войны был одним из немногих городов, где школьники продолжали ходить на уроки во время войны. Память о тех событиях берегут не только ветераны, но и работники музеев. В Севастополе даже во время оккупации работали школы, работали учителя. И по советским учебникам наши дети продолжали учиться. То есть продолжали наносить удар по гитлеровским планам. То есть севастопольцы у нас отдельные люди. Атмосфера музея помогает понять, как жили дети осаждённого города. Даже в годы самых страшных испытаний севастопольцы стремились обеспечить детям не только еду и кров, но и образование. Самое главное, что мы должны помнить, это то, что никогда ни на минуту при самых сложных обстоятельствах школы не переставали работать. То есть дети, взрослые понимали, как важно иметь образование, как важно быть образованным человеком. Создатели Народного музея обороны Севастополя «Одиннадцатая береговая батарея» приглашают детей и взрослых на экскурсии. Предварительно нужно оформить заявку по телефону, указанному на экране.